Когда человечество узнало о существовании Солнечной системы и ее планетах, Марс очень быстро стал самой обсуждаемой темой. Он находился на самом удобном расстоянии и очень хорошо просматривался в телескоп. Всем привет! С вами Фенимор. В 19 веке Марс был центром всевозможных исследований и наблюдений и именно тогда появились первые размышления о том, что на Марсе может существовать разумная жизнь. После обнаружения странных воронок и каналов на поверхности Марса, о существовании внеземных цивилизаций заговорили многие ученые. Еще задолго до марсоходов и попыток высадиться на его поверхность, Марс вызывал неподдельный интерес. И очень важную часть в этой теме о Марсе сыграл французский зоолог. Он первым поделился о том, как могут выглядеть наши внеземные братья. Жан-Октав Эдмон Перье родился в 1844. Он не был фантастом или каким-то безумным фанатиком. В научной среде он был очень уважаемым человеком за свои работы в основном по изучению беспозвоночных. Перье принимал участие в научных экспедициях, изучая морскую флору и фауну. Являлся членом Академии наук, а также директором Музея ботанического сада в Париже, председателем зоологического общества Франции и членом Национальной академии медицины. То есть, он был не каким-то чудиком, а одним из лучших ученых в своей области. Он очень интересовался эволюционной биологией, включая теории Чарльза Дарвина и Жанна Батиста Ламарко, которые совпадали с его интересом к Марсу. В то время Марс был хорошо известен в обществе и был также очень популярен среди ученых и академиков. Марс рассматривался как загадочная новая граница, о которой было очень мало известно человечеству. И в связи с этим было очень много предположений о том, какие же растения растут на Марсе, какие животные обитают в марсианских лесах, возможно там живут и очень разумные существа. В те далекие времена подобные рассуждения не считались бредом и многие ученые высказывали свои мысли на эту тему. Одним из них был итальянский изобретатель и первооткрыватель радиотехнологий Гульелмо Маркони, который однажды поделился, что получил послание от марсиан. Во время экспериментов с беспроводным телеграфом он столкнулся с удивительным и необычным явлением. Самым поразительным из всех являлось получение лично им сигналов, которые, как он полагал, исходили из космоса за пределами нашей планеты. Он считал вполне возможно, что эти сигналы могли быть присланы жителями других планет, жителям Земли. Если на Марсе есть люди, я не удивлюсь, если они найдут средства связи с нашей планетой. Связь астрономии с наукой об электричестве может привести почти к чему угодно. Подобные мысли поддерживали также изобретатели Томас Эдисон и Никола Тесла. Оба считали, что вполне правдоподобно принимать сигналы с Марса при помощи радио. Тесла заявлял, что он успешно установил контакт с инопланетянами с Марса в 1899 году в своей лаборатории в Колорадо Спрингс. Он очень был одержим идеей общения с инопланетными существами. Также, профессор Персиваль Лоуэлл, директор обсерватории во Флагстаффе, штат Аризона, он искренне верил в существование инопланетян, как на Марсе, так и на Венере. Лоуэлл считал, что на Марсе обитают инопланетные цивилизации, далеко превосходящие нас с точки зрения интеллекта и технологий. Он даже рассказывал об этом в выпуске Нью-Йорк Трибуны в 1920 году. «Вполне возможно, что марсианский народ обладает изобретениями, о которых мы и не мечтали. И с ними наши электрофоны и кинетоскопы уйдут в прошлое и будут с почтением храниться в музеях как реликвии неуклюжих изобретений нашей расы. Конечно, то, что мы видим, намекает на существование существ, которые опережают, а не отстают от нас в жизненном пути». Как бы поразительным не казался результат этих наблюдений, на самом деле в этом нет ничего удивительного, такая возможность была весьма вероятной с тех пор, как существование самого Марса было признано халдейскими пастухами или кем бы то ни было еще. Это было бы смешно, если бы это не было неизбежным следствием устройства Вселенной. Бояться чего-либо похожего на себя – неотъемлемая часть человеческой индивидуальности, как дикарь, который ничего не боится так сильно, как странный человек, подобно Робинзону Крузе, который бледнеет при виде чужих следов. Цивилизационный мыслитель отворачивается от мыслей о разуме, о которых он сам не знает. Но давайте вернемся обратно к Жанну Перье. Несмотря на множество научных спекуляций и разногласий на тему Марса и его обитателей, в те годы никто из ученых не давал даже примерных описаний того, как могли бы выглядеть марсиане. Перье тоже верил в то, что на Марсе есть как растения, так и животные. Но он пошел еще дальше, рассказав, как могут выглядеть эти существа при марсианских условиях жизни. Перье принял во внимание различные факторы, такие как атмосфера, температура, продолжительность дня, погодные условия и гравитация Марса, чтобы попытаться определить, как марсиане могли бы эволюционировать, хотя знания об этих факторах в ту эпоху были довольно ограничены. Об условиях на Марсе Перье предполагал, что там средняя температура достигает 40 градусов по Фаренгейту, но лето гораздо жарче, чем на Земле, и что на Марсе может идти дождь и даже снег. На основании этого он уверял, что многие марсианские виды животных похожи на земных, включая рыб, бабочек и насекомых. Однако все они куда крупнее земных, из-за пониженной гравитации. Несмотря на скудность данных, Перье правильно определил, что гравитация на Марсе ниже и что атмосферное давление там тоже отличается. Год на Марсе вдвое длиннее земного, поэтому растения и насекомые имеют в два раза больше времени для развития. Марс — земля огромных растений и идеальных цветов, необычайно мощных в песнях и дивных по внешнему виду птиц, а также четвероногих животных с необычно развитым мехом и кожей, — говорил Перье. Что касается того, как будут выглядеть разумные марсиане, Перье принял во внимание количество яркого света, получаемое Марсом, а также атмосферное давление, условия гравитации и другие факторы. Например, поскольку на Земле сила тярости была ниже, он предположил, что марсиане являются очень высокими, почти вдвое выше людей, с длинными тонкими конечностями и у них практически нет шеи. Он также считал, что уши марсиан будут больше, чтобы они лучше слышали в разреженной атмосфере, их челюсти будут более узкими и они были бы светловолосыми из-за менее интенсивного света. В статье в Нью-Йорк Таймс от 1912 года Перье писал так. «Люди на Марсе высокие, потому что сила тяжести мала. Они светлые, потому что дневной свет менее интенсивный. У них менее мощные конечности. У них есть некоторые характеристики нашего скандинавского типа, хотя, вероятно, у них черепа побольше. Они примерно вдвое больше людей. У них огромные носы и большие выпуклые глаза. Их глаза, вероятно, голубые, а волосы почти белые. У них нет шеи, талии, очень выдающиеся уши, большие голова и тело, поддерживаемые очень тонкими ногами и очень маленькими ступнями». Низкое атмосферное давление привело к значительному развитию легочного аппарата и, следовательно, на общий характер марсиан повлияло это развитие, которое неизвестно на Земле. Перье твердо верил, что эти марсиане были гораздо более продвинутыми в своем обществе и технологиях, чем на Земле. У них не было войны и бедности и не было никаких законов или централизованного правительства, потому что они жили в полной гармонии. Перье изобразил их как доброжелательное и альтруистическое общество, полное мудрости и понимания. И он сказал об этом. «Будучи старше, они также мудрее нас. Они давно победили болезни и знают час своей кончины, спокойно ожидая этого события. Они преодолели бедность, слишком искушены, чтобы вести войну, и не нуждаются в законе или правительстве, чтобы поддерживать порядок. Философы и братья, они живут в дружбе и понимании, посвящая все свои мысли продвижению больших дел, в которых нет места эгоизму, жадности и земным пустякам». Его высказывание сильно отличалось от растущего в то время представления о марсианах как о злономерной воинственной расе, подпитываемого популярностью вышедшего в те годы романа Герберта Уэлса «Война миров. Кровожадные марсиане из книги «Война миров». Действительно, Перье особо выделил войну миров, как совершенно неправильную по части описания марсиан книгу, заявляя, что эта книга является великой несправедливостью и порождает предубеждение против них, которое не только ненаучно и необоснованно, но и совершенно незаслуженно. То есть, в то время Перье объявил Уэлса в антимарсианском расизме. «Теперь мы знаем, что Марс не похож на то, каким тогда его представляли люди, и что многие из этих предположений сейчас кажутся совершенно глупыми, но именно такими они были в ту эпоху. Это очень неоднозначный, а может и для некоторых сомнительный момент из другого времени, когда человечество лишь пыталось добраться до звезд, расширяя свое воображение о неизведанном и задаваясь вопросом, что же скрывает наша Вселенная? А может быть это и не предположение вовсе, а? Напишите, что вы думаете об этом! Спасибо, что были со мной! Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким! Пока!